Ай-яй-яй-яй-яй! Привет, ребят! Меня зовут Альберт, и сегодня мы вместе с вами продолжаем играть на проекте NextRP на сервере Восточный. И сегодня, ребята, мы вместе с вами будем тратить довольно-таки много денег, а именно... Я, в общем, зашёл в NextRP. Да, я хотел сначала подождать, пока там выйдет обновление, которое выйдет в четверг. Ну, в общем, да, кстати, я немножко переоделся, немножко сменил скин. Как вам? От одного до десяти в комментариях накидайте. Так вот, сегодня я, в общем, да, давайте я покажу, что я хочу сделать. У меня ни разу, пока на данный момент, не было одной офигительной тачки. А именно, сейчас я тебе покажу, а именно вот этой тачки. Lamborghini Sesto Elemento. Sesto Elemento, я не знаю. Elemento Sesto Elemento, в общем, мои итальянцы. Мои итальянцы. В общем, у меня не было вот этой машины, и я хотел её выбить. Я хотел её выбить, кстати, чисто случайно. Вообще, в принципе, я зашёл в игру просто покататься. А тут я вижу то, что вышло новой тачки. Я говорю, ну ладно, четверга я дожидаться не буду. Просто, ну, возьму и попробую это сделать. Кстати, да, вот это да. Спасибо. Так, о, кейс-преступник какой-то. Так, подожди, дай-ка я его открою. Так, кейс-преступник. Хорошо. Такие усталости мы с тобой получили. Так вот, ладно, хорошо. В общем, сегодня будет интересный видосик. Да, как ты мог бы заметить то, что там донаты. Не катись себе по полю вечным шариком. Так вот, я сначала думал то, что потратить этот донат на то, чтобы потюнировать машины. Также я хотел оставить донат на обновление. То есть там скоро уже выйдет интересное обновление. А также, ребята, хочу вам показать одну офигительную новость. Сейчас я тебе покажу. А, я не знал. Я не знал, смотри. Но когда мы с тобой заходим в акции, тут есть такая штука, которая называется путь к успеху. И каким-то чудом у меня накоплено уже там, там больше, там где-то 350 бросков было. Просто 350 бросков. И ты представляешь, то, что у меня есть, будет 350 призов. 350 призов. Да, вот это вот. Особенно вот так. Это очень круто. Это очень круто. И мне просто единица падает. Ребята, обязательно поставьте буквально один лайк. Один лайк, ребята, поставьте. Я вам буду очень сильно благодарен. Так, ну что. Я смотрю, тут какие-то единицы падают. Вообще не пойму, каким чудом. Давай попробуем один круг пройти. Да, кстати, тут 100%, так как у меня довольно-таки много бросков. Ну, ты видишь, да, то, что у меня довольно-таки много бросков. У меня тут 300 бросков. И то, это я уже кучу бросал. У нас есть шанс с тобой, чтобы мне выпало ламборгини. Ламборгини, ламборгуни, ламборгуни галярду. Ну, если честно, она мне вообще никуда не уперлась. Но ее, может быть, продать и потратить деньги на какой-нибудь более интересный контент. Так, ну что, давай попробуем один кружок. Буквально бахнем. Так, и я надеюсь, что мы с тобой... Ну да, я уже заметил. Да, я не понимаю, почему тут иногда приз опереж... Ладно, давай еще раз. Давай еще раз попробуем. Так, я надеюсь, что запись идет. Все хорошо, все замечательно. Я надеюсь, что мы с тобой выбьем ламборгини галярды. Я надеюсь, что я выбью где-то, ну не знаю, за 300 бросков. Мне почему-то кажется, что я смогу, ну минимум 3 штуки я смогу выбить. Ну, мне так, по крайней мере, кажется. Я не знаю, может быть, я... Ну, за 100 бросков-то. Может быть, за 100 бросков хоть одну галярду я получу. Ладно, не знаю, не знаю, не знаю. Я потом вам расскажу. Так, давай еще один круг дойдем. А потом я это уже без записи сделаю. А потом я тебе расскажу в следующем видео, что у меня получилось за 300 бросков. Так вот, да. Сегодня, как я уже говорил, интересный видос. Потому что сейчас я дойду. Ага, то есть мне нужно раз, два, три, четыре, пять. Мне нужно, чтобы пять упало. Пожалуйста, можно пять? Шесть! Ну, ладно. Ладно, я понял. Сейчас заново получу 150 тысяч. Ладно. А! Да ладно! Подожди, я правильно... Я неправильно посчитал ламборгини галярды. Ладно, все. Одна. Ламборгини галярды. 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 Так, одна ламборгинь галярды у нас уже есть. Хорошо. Но у меня еще 260. У меня еще 260 бросков. Ладно, я обязательно это сделаю, ребят. Только обязательно поддержите меня лайком, комментариями и подписчиками. Так, давай посмотрим, что у нас тут продается. Может быть, что-то новенькое интересно продается. Ёма. Боевой пикудзо. Хорошо. Так, но больше... Есть шестой элемент. Нам нужно в любом случае 10 кейсов. То есть я буду просто их открывать. Буду просто их открывать. Порш Панамера. Ауди РС6. Ну, вы пишите, вы пишите, вы пишите в комментариях, как думаете, хорошие награды? Нет? Да, мне потом опять это все продавать. Ой, мне потом опять это все продавать. Так, ладно, у нас еще три кейса. Так, раз. Ага. То есть там хорошая машина вроде как упала. Ага. И сейчас у нас будет гарантированный. Гарантированный приз я буду открывать с прокруткой. Да ё-моё. Погнали. Ух, пожалуйста, можно вот с одного раза. Потому что я знаю, что там есть еще другие машины. Я не хочу другие машины. Я хочу именно вот эту. Спасибо. Спасибо. Спасибо, мой дорогой друг. Вот это неплохо. Вот это неплохо. Так, ладно, ху-нитрон мы с тобой убираем. Погнали вот сюда. Погнали в самый низ. И мы с тобой ламбор... Га-ядрена. Ож, где она? Где она? Где она? Так, где она? Подожди, ну-ка, выбрать. Выбрать. Отлично. Так, и где она? Ламборгини Терза. Ламборгини, ламборгини, ламборгини Сента Элемента. Хорошо. Так, разблокировать. Хорошо. И знаешь что? Я так подумал, что, в принципе, давай с тобой, наверное, номера Гудини возьмем. Мне кажется, это прикольный номер Гудини. Просто, знаешь, Гудини это вроде как какой-то фокусник, насколько я помню. И, в принципе, мы под этот фокусник можем с тобой легко... Ламборгини Гоярда, кстати, у нас тут есть. Авентадор. Где она? Сента... Сента... Сента Лючиев. Подожди, где она? Ламборгини Сента Лючиев. Где она? Так, вулкан. Сента Элемента. Вот, мы с тобой берем Сента Элемента. Так, отлично. Берем с тобой. Также мы с тобой что еще берем? Мы с тобой возьмем... Ммм... Итальянский флаг. Так, вот он флаг Италии. Прекрасно. Так, и больше, я так понял, пока ничего интересного нету, мы просто с тобой пойдем в тюнинг. Мы пойдем просто с тобой в тюнинг, попробуем потюнить эту тачку. Так, ну что, нажимаем. Эвакуатор. Так, что у нас там? Санта... Санту Лючи. Сента Элемента. Оу. А где она? Ламборгини. У вас закончились слоты автомобилей. Подожди, а я раз... Я ее... Я ее разве не разблокировал? Подожди, мне казалось, что я ее разблокировал. Серьезно, я ее разблокировал? Ладно, давай тогда... Ммм... Кейсы. Вот так сделаем. Чтобы ролик... Ха-ха-ха. Чтобы времени не тратить, я сделаю вот так. Мы сейчас просто получим с тобой еще одну тачку. Да, если честно, все равно какую. Мне лишь бы разблокировать санта Элемента. Так, отлично. Так, и мы с тобой вот так. И санта Элемента. Где она у нас? Санта Элемента. Вот. Да я ее... Она до этого так же была. Она до этого так же была. Ладно, все. Нажимаем с тобой троечку. Так, нажимаем. Санта. Санта. Где она? Санта Элемента. Блин, где она вообще? Ламборгини. Санта Элемента. Хорошо. Все. Вот она наша тачка. И давай посмотрим сначала с тобой салон. Как он вообще в принципе выглядит. Уф. Выглядит жутковато. Выглядит жутковато. Если честно, не очень сильно прям похоже на Ламборгини. Так, давай посмотрим, может ли что-то у нее открываться. Так, открывается капот. Уф. Так, ладно. Открывается капот. Это значит, открывается задний багажник. Ну, слушай. Но по салону я не скажу, что она действительно как-то похожа на оригинальную Ламборгини с Санта Элемента. Я вроде как видел фотографии. Я видел видеообзор этой машины. Там типа от какого-то американца. И в общем прикол в том, что та машина выглядела как-то немножко... Ну, совсем по-другому. Мне кажется, она выглядит как-то... Воу! Ты видел? Ты посмотри! 90 градусов припарковался. Но, не знаю. Пока выглядит довольно-таки жутковато. Если честно, выглядит жутковато. Она как-то довольно-таки как-то пластилиново выглядит. Но, если честно, управление очень даже хорошее. Слушай, очень хорошее управление. Прямо можно сказать идеальное. Потому что смотри, как я поворачиваю. Воу! Воу! Очень крутое. Очень крутое управление. Честно. Честно, ребят. Очень крутое управление. Так, давай с тобой зайдем во внутренний тюнинг. И посмотрим, что у нас вообще есть. У нас есть R-детали. У нас есть X-детали. Также, что я хотел сделать еще? Винилы. По идее, у меня должен быть какой-то винил на всю тачку. У меня какой-то винил должен быть. Не уверен, конечно, что он у меня есть. Но хотелось бы, чтобы он был. Ну да, видимо, скорее всего нету. Ладно, раз нету винил, значит нету. Ничего страшного. Так, заходим с тобой. Значит, в звуке. Берем опять отсечку, которая стоит непонятных денег. Мы с тобой что сделаем? Диски я, наверное, менять у данной машины не буду. Потому что, мне кажется, они прикольные выглядят. Хотя сейчас посмотрим. Сразу с тобой зайдем в цвет кузова. Цвет кузова. И давай сделаем какой-нибудь... Вау. О. О. Красота. Красота. Сделаем вот такой цвет. Так, тренировка. Обязательно сделаем сотку. Потому что мне не очень сильно нравится то, что там происходит вообще, в принципе, внутри. Задница мне вообще не нравится. Почему колеса открыты? Ты представляешь, что отсюда, вот когда пойдет дождь, когда пойдет какая-то лужа, вся грязь, весь мусор будет просто лететь сюда. Так, что у нас еще? Давай быстренько посмотрим по колесам, что у нас тут есть. Едерин. Ну нет. Ну простите, ну нет. Вау. Вид из салона. Зачем это нужно? Кстати, добавили какую-то новую кнопку вид из салона. Так, ну. Не знаю. Довольно-таки, конечно, прикольно выглядит. Ладно, давай оставим. Давай оставим. Может быть, я просто попробую покрасить эти диски в какой-нибудь цвет. Какой-нибудь. Вот такой. Слушай, ну в принципе, давай попробуем. Давай попробуем, потом посмотрим. Если что, мы в любом момент можем с тобой поменять. Так, здесь вроде как мы все с тобой закончили. Больше ничего я, в принципе, здесь... А, подожди. Внешний тюминг. Чего? Сплитер. 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 Я знаю, я знаю игру сплинтер цел. Я знаю, сплитер это этот. Это же крыса. Подожди, это же крыса из этих. Из черепашек ниндзя. Подожди, это крыса из черепашек ниндзя. Что меняется? Ладно, давай поставим. Давай поставим. А, задние фонари. Давай сделаем тонированные. Не знаю, что это... Как это повлияет тоже. Давай. Черная рамка. Черная рамка. Давай сделаем тонированные. Во-о-о. Хорошо. Также глушитель. Давай быстренько посмотрим, какой тут можно поставить. Я не вижу вообще, где глушитель. Честно. Честно скажу, я не вижу. Так, багажник. Багажник. А. Ну, давай, ладно, допустим. Это багажник? Не уверен, что это багажник. Ладно, спойлер. Черный цвет кузова. Не, давай черный. У-у-у. Прикольно. Так, спойлер двери. Черные молдинги. Не вижу, что меняется. О, так, капот. А, нашел. Нашел, что меняется. Это вот эти вот окантовочки. Ладно, давай сделаем вот так. Давай сделаем вот так. Так, и мы быстренько с тобой корзина. Мы с тобой покупаем. У меня есть деньги, да? Так, я надеюсь, что у меня деньги есть. Отлично. Покупаем с тобой. Красота. Замечательно. Теперь мы с тобой переходим по внутреннему тюнку. И погнали, наверное. Погнали, да? Погнали по донату. Погнали по донату. Я не знаю, буквально. Сколько? Давай раз. Ага. Два. Ага. Ну, давай посмотрим. Ладно, давай посмотрим. Вроде как все хорошо. Так, вроде как все хорошо. Подожди, как все? Вроде как все хорошо. Так, движок. Турбина. Трансмиссия. Чиповка! Ну, давай R. А, R, блин. Хочу управление на R поставить. Конечно, можно было бы и так. Ну, ладно, давай тогда еще. Давай еще буквально несколько. Я открою вот так. Раз. Два. И три. Хорошо, все. Без разницы, что там упало. Ну, давай, переходим к R. Да, есть R-овские шины. Есть R-овская подвеска. И есть R-овская тормоза. Тормоза. У-у-у. Просто иксы на мощность и R на управление. Красота. Это прямо, это прямо как подписчики в комментариях пишут. Я знаю то, что вы мне обычно пишете. Альберт делал именно вот так. Ну что, давай проверим. О-о-о-о-о-о-о-о. Да, управление не испортилось. Управление не испортилось. Вообще просто идеально поворачиваешь. Ну, ты все сам видишь. Давай проверим максималку. Мне просто интересно, сколько эта машина разгоняет максималку. Ух. Ух. Капс, да, спасибо. Спасибо. Спасибо, просто спасибо. Так, ладно, давай починимся. Так, я надеюсь, что сейчас получится. Давай попробуем разгон взять уже откуда-то подальше. То есть мы возьмем оттуда и... Да что все по встречке ездят? Я не понимаю, что все по встречке ездят. Так, отлично. Давай возьмем с тобой разгон откуда-то отсюда. Так, возьмем отсюда разгон и поехали. Слушай, я надеюсь. Я прямо надеюсь, что она хотя бы... Ну, 600 поедет. Если она 600 не поедет, это печаль беда. Я бы хотел, чтобы она 600 поехала. 530? 530? На фулл 5 на Х? У-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Фулл 5. Ты заметил, да, то, что машина практически не сломалась? Фулл 5 на Х? 530 едет. Ну, это прямо очень плохо. Я не знаю, может быть, сама по себе вот эта ламбардинь какая-нибудь типа тестовая? Ну, мне не нравится. Она прямо очень медленная. Слушай, ну она управляется, конечно, ты это видел? Там просто, там можно идеально, там и задом, и передом, и развороты, и полицейские, и каких там только нету. Просто, конечно, управляется она идеально. Но вот насчет того, что максималка у нее не такая огромная, как хотелось бы. Ну, честно, максималка прям не так мощная, не так мощная, не такая мощная максималка. Но, в принципе, все равно мне очень сильно даже нравится. Мне нравятся тачки. Да, она быстро доходит до максималки, но... Да, в принципе, разгоняется она быстро до 530, но дальше... Ну, дальше нет. Ну, дальше нет. Ну, прям... Я не знаю. Я не знаю, ребята. Ну, блин, прикольная тачка. В принципе, у нее внешний вид очень красивый. Номера довольно-таки прикольные мы с тобой сделали. Да и, в принципе, и покрасили классно. Можно, конечно, попробовать еще желтый цвет какой-нибудь взять. А, я только сейчас понял, что я подсвет скина сделал. Хо-хо-хо, смотри. Да ладно? Подсвет скина сделал. Просто ты посмотри. Офигеть. Ладно. Так, что у нас там? Больше, в принципе, ничего интересного пока на данный момент не выходил. Будем ждать четверга. Может быть, если что-то интересно объявится. Кстати, да. Я видел там комментарии довольно-таки упоротые. Сейчас я подарки получу. Там какой-то упоротый комментарий был. Типа Альберт, купи КамАЗ за 1200 доната из уникальных предложений. Но, если честно, я никого у КамАЗа в уникальном предложении не видел. Вот эту заразу видел. Ну да, но я не видел никакого КамАЗа. По крайней мере, у меня не было. Я не знаю, может, я не там где-то смотрю. Но у меня КамАЗа не было. Кстати, я вот эту машину хочу. Она 78 тысяч доната стоит. Но как ее купить? Без понятия. То есть, самое выгодное предложение только для себя покупать скорее. Я бы хотел, конечно, эту тачку получить. Но, честно, без понятия. Без понятия, как ее получить. Ладно. Это мы с тобой уже тогда решим в следующей серии. Все. Обязательно подписывайся. Ставь лайк. Делись в руку. Спасибо тебе огромное за просмотр. Я тебе люблю тебя. Обниматься в ваших стадиях. Буду тебя скучать. И до следующего видео. Пока-пока.